доброго времени суток дорогие друзья с вами александр святов от меня контегу здесь на столе лежит а поговорим мы сегодня ну собственно как понять понятно из названия о том как вообще менять пружины аксиса на замках где и брать из чего их выгибать и чем их есть я считаю что замок аксис лок это один из самых самых классных универсальных и удобных замков по крайней мере для меня в складных ножиках я не говорю что он лучший во всех своих отношениях но для меня человека который пользуется ножами очень много очень часто и ножами с разными типами замков всегда на первом месте стоял именно аксис именно из-за его ремонт на пригодности ну что починить фрейм ну если где-то сломался это практически нереально то есть если он здесь отвалился нужно делать полностью заново всю плашку если у вас сломался где-то лайнер лог все то же самое стиль он соскочил отвалился что-то еще вы попадаете на всю плашку если у вас сломался бэклок вы попадаете или на коромысло на или на зацеп или на клинок то есть по прощественным характеристикам ну я не знаю что сравнится с этим замком может быть где-то рядом будет лежать триадлог но опять же мне он не особо нравится то сугубо дело лично каждого хотя по факту по факту замки не особо то и нужны то есть вполне хватает например для пользования и работы подобного рода замочка на вот как примерно она же хиганаками японском все его открыли традиционный так называемый в работе себе его держите вот это что касается мы почти для меня аксис всегда стоял на первом месте но вот у людей которые с ним мало общались почему-то такое хоть предвзятое к нему отношении что вот есть пружинки начали обязательно поломаются до конечном итоге все ломается я сразу разобрал контегу просто третий токс и бросить в сторону собственно говоря плашку значит как работает на axis всегда нож в закрытом положении имеется ввиду когда клиночку открытом положении ось аксис фиксирует пету клинка это хорошо видно вот здесь вот он сложенном состоянии вот нож открывается лежит axis и его запирает класс все никуда он не денется есть небольшая вариация на выработку и так далее нож работает с одной пружины это вообще не проблема сплететь я снимаю вкладываю в сторону все то же самое да будет немножко проще его оттянуть но это абсолютно не проблема если у вас даже две пружинки сломались можно на коленке его починить просто как я уже тысячу раз говорил загнав сюда к щепку спичку проволоку что угодно вставили получили фикс если у вас сломалась ось аксис все то же самое запихнули гвоздь согнули у вас кое-как на нож получился попробуйте также починить что-то другую не получится не получится друзьям и вот еще что из себя представляет пружина axis это так называемая омега до пружинка омега здесь она у нас в бенчей толщиной 0 65 миллиметра сделана из нержавеющей проволоки пружинной например на 0 65 выгнут здесь если присмотреться видны следы контакта с уже 10 ведь она блестит как как что делает народ народ почему-то выгибает эти пружинки я не знаю из подручных абсолютно материалов берет какие-то пружинки от шариковых ручек каких-то игрушек от магнитофонов вот тут всего до того что какие-то рассказы ходят о том что гитарную струну может просунуть хотя я честно я не понимаю как это можно сделать но получается у меня не получалось например может труны были плохие что я рекомендую дани то чтобы рекомендую вообще можно обратиться всегда в техподдержку бенчмейда шарогоровых и кого угодно вам эти пружины бесплатно вышли все это стандартная привычной ситуации но за 7-8 лет работы моих аксисов я имею ввиду там разного рода гриппы пружинками не ломались ни разу на них на широкогоровых до ломались вороте рассылали мне их вообще без проблем на лице до пружины так что вообще нужно чтобы это все дело заменить нужно просто зайти в интернет и найти следующие пружинная проволока нержавейка толщина должна быть ну примерно от 0 5 до 0 7 0 8 много 0 4 совсем мало на шириках толщина примерно 0 5 на бенчах 0 65 в руках у меня сейчас просто вот кусочек пружинной проволоки итальянского производства нержавеющий толщиной 0 6 пределы прочности все остальное вот эту интересную штуку рассказывать не буду но мне интересно надо будет в комментариях добавлю и еще одна проволочка уже толщиной 0 7 то есть там кому как больше нравится 0 6 0 7 по большому счету особой разницы не играет где-то каких-то там процентных долях и соотношениях она может там показать пружинка вгибается следующим образом за там какие-то минуты выбираем допустим пружину 0 6 и начинаем по чуть-чуть придавать ей правильную форму я делаю это грубо говоря на коленке поэтому прошу метод не не бить тапками не бросаться шатунами тоже по уму и по хорошему это все нужно сделать сидя аккуратненько за столом плавненько никуда не торопясь выгнуть ее и после того как вы ее выгнули провести так называемый средний температурный отпуск то есть в печке или у кого-то есть там хорошая духовка но в духовке сейчас в принципе не проблема поэтому мы что трудности это не вызовет просто делаем нечто похожее на вот родную пружинку смотрим получилось ли нет нечто похожее она есть будем подгибать сейчас потихонечку посмотрим как она работает немаловажный такой вот момент вот эта часть не должна очень сильно держать ось аксесса если ось акса будет пережата то замок будет работать некорректно и неправильно то есть по хорошему то нужно все делать аккуратненькими там обжим очками постепенно дабы не было никаких моментов напряжения и так далее вот но так я уже повторяюсь да мы делаем это очень быстро на коленке вот и без средней температурного отжига отпуск так на нечто вот подобное мы сделали дальше берем откусываем кусочек этой пружины смотрим по размеру ну почти попали потом под огнем здесь тоже самое смотрите сколько нам нужно проволоки оставить и нужно ее нам немножко загнуть загнуть дабы она в отверстие четко стала загибаем все в принципе на этом все можно использовать даже вот такую кривую пружину факт она качество получается ровнее интереснее от как это ну даже этой хватит для того чтобы замок работал единственное нужно чтобы она была ровная положили чтобы нигде не выгибалась текс что мы делаем дальше зацепили взяли все пожалуйста вот он то есть это все или же это пружинка которую выгнул загодя чуть ровнее и аккуратнее куда побежали можно в принципе даже из пружины проволоки которые у нас производится из 65 г все это склепать но она ржавеет ее нужно или травить или как-то еще обрабатывать дабы она не подвергалась коррозии если мы все выгнали правильно закрыли замок должен работать что собственно мы и видим он никуда не денется проволочку бы нигде не пережали можно это делать теперь собрать и пользоваться ничего сложного страшного в аксисах нету это очень хороший прекрасный замок любой военный человек знает что такое блочная замена да когда вы допустим работаете на это военной техники будь то танк или что-то угодно что-то поломалась кит какой-то там контроль блокировок не сработал вот в электронике где-то еще вы вырываете тупо на хрен тот блок который не отработал блокировки отбрасываете в сторону берете zip вставляете и выбираете из зипа работающий блок вставляете и вперед то есть здесь для аксиса можно подготовить zip эти пружинки будут зипом можно также вытащить при более или менее прямых руках себе вот такой вот ось аксиса тоже абсолютно не проблема но меня просто убивает когда люди начинают из пружинок от ручки чего-то пытаться выкрутить а потом зажигалка и и пытаться затермичить проволока она настолько тонкая и нежная что получить какой-то эффект вот так вот на глаз при помощи на туба зажигалки это какой-то нонсенс по моему это неправильно и и я бы я бы лучше работал с одной пружиной чем с такой особенно таким образом также сама делаем пружинку на вторую часть просто-напросто загибаем ушка в другую сторону в итоге получаем комплект пружин который можно подогнать уже по факту то есть отрезать делать немножко больше выступает загнуть и все то есть они абсолютно ничего не весят карманы тянут дома могут храниться и никаких проблем пружинная проволока при и небольшом желании этот момент я вернулся пружинную проволоку купить нет проблем сейчас ты интернет есть у всех найти и заказать ее тоже не проблема конечно же вам не продадут там 10 метров проволоки да да и метр вам не продадут но из положения можно выйти каким угодно способом было бы желание в конечном итоге никто не запрещает даже рекомендуется обратиться в гарантийный сервис где вам абсолютно бесплатно вышлют на ваш то что поломали их потеряли и так далее вот это что касается моего видения замка аксис и проволоки пружинной к чему это я все это к тому что вот первые ножи которые мы делаем до складные они пойдут с аксисом и каждый заказавший получить не только комплект дополнительных пружинок но еще и немного проволоки дабы в случае чего сам мог для себя выгнуть подобного рода девайс по моему это очень правильно нет нужды переживать о том что что же будет если у меня сломается с пружинка аксиса ах 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 были на проявить изобретательность интернет есть у всех что-то где-то найти заказать вообще не проблема хотя честно говоря даже на зарубежных форумах я не встречал толкового описания как это все так из этой ситуации можно вот выйти по моему это вот первая такая инструкция более-менее адекватная потому как заменить из чего сделать пружинки аксиса омега-образной пружины вот можно из положения выйти другим образом у нас у всех в городах бывших снг да есть рынке на которых мужички продают всякую мелочевку вот найти там подобного рода пружины вообще не составляет труда да вы не будете знать что там запугал как как куда и чего но она вам надо скажите посмотрели подобрали по диаметру взяли с собой штангель или микрометр и вперед никаких проблем не будет абсолютно это что касается замка аксис лук и вот ремонтопригодности и так далее ты занимает то всякие то минуты что вы не скажешь о другого других типов замков и так далее вот вам такая небольшая инструкция о том как куда чего да если какие-то проблемы у ребят из украины там или ближнего зарубежья с такими пружинами ну свистите за ваш счет я вам отправлю пружинки у меня их пока что есть с вами был александр святов надеюсь было интересно и полезно если было полезно ну поставьте лайк я знаю мне будет приятно спасибо друзья до свидания до новых встреч пока 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 Продолжение следует...